В том анекдоте на выборы бабушка пришла и говорит, дед-то мой проголосовал. Она говорит, давно проголосовал. Как он проголосовал, я никак его не могу понять. Его 15 лет как нету, а он все ходит, голосует. Так он мой муж. Приходит с кладбища, наверное, мусор приносит сюда. Про мусорную рекламу именно так прозвала мусорную реформу Зоя Николаевна узнала недавно. В последней квитанции увидела трехмесячный долг за вывоз мусора. На себя и покойного супруга удивилась и отказалась платить даже за себя. Какой может мусор в деревне? Что горит, я печки сжигаю. А что это самое? Все, у нас есть этот, как его, отвал. Туда навоз возят. Мы вообще в шоке были от этого. Долг у всех жителей села. Хотя многие увидели сбор мусора лишь в августе. Правда, рекоператор предупреждал в местной газете о вывозе отходов с мая. Так в поселок зашла реформа. Зачем она здесь, где природных отходов больше, чем твердокоммунальных, люди не понимают. Ботву не вывозят. Шлак, навоз – это ничего не вывозят. Вывозят только сумочки, полторашки, баночки из-под консервы. Вот такое вот что-то. А старую мебель, вот это, как в городах выставляют, этого не вывозится. И за такие услуги с каждого человека ежемесячно берут 66 рублей за транспортировку и утилизацию. Раз в неделю. По факту жители платят дважды. Рекоператору и тому, кто вывозит навоз и растения. Тысячу только за одну повозку. Люди недовольны и тем, что реформа есть, а мусорных контейнеров нет. Люди оставляют пакеты у дороги. Мусорные пакеты в 20 метрах. Овцы. Интересно, как быстро мусор растаскает скот. Нет. Вывоз бестарный. Почему? Потому что на сегодняшний день мы обязаны предоставлять услугу, та, которая необходима. Местное самоуправление занимается приобретением контейнеров. Я думаю, что в ближайшем будущем это будет. Как скоро? Ну, я думаю, до Нового года вопрос решится. И хотя бестарного сбора мусора по закону быть не должно, его применяют как временную меру, пока нет баков, пояснили в Минстрое. Появятся они, когда из краевого бюджета выделят деньги, пояснил глава Михайловского района Евгений Юрьев. Не раньше следующего года. До тех пор мусор останется игрушкой для животных. А платить или нет, люди теперь спрашивают у прокуратуры. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...